Привет всем, меня зовут Дима Масленников. Друзья, сейчас готовится огромное количество проектов по заброшкам, а сейчас у меня к вам только один вопрос. Берите ли вы в призраковые? Кинстейн-касса? Че, блин, я это сейчас сделал? Че, ты это слышал? Я тебе говорил, что когда-нибудь, сука, ты, блядь, дождешься на такой купе. Что это, блядь, блядь? Сегодня мы с вами переместимся в Испанию. Небольшой город близ Барселоны, часть из которого запрошено. Но меня интересовало одно конкретное здание. Это здание заброшенного кинотеатра, при котором был отель для людей из самых низких слоев общества. Это бывшие заключенные, наркоманы, бомжи, психбольные и так далее. Но самая главная легенда, которая ходит об этом месте, гласит, что дочь хозяина кинотеатра повесилась в одной из комнат отеля из-за неразделенной любви. И вот после этого в здании стали происходить какие-то абсолютно непонятные явления. Жители этого города стали говорить, что там поселился полтергейст. На последней капле стало неожиданно появление фотографии девушки на экране кинотеатра в тот момент, когда там показывали какой-то фильм. Я не знаю, мне кажется, что это все какие-то бредни сталкеров, местных жителей и так далее. Я не верю в мистику, я не верю в призраков, но это место своими глазами я был обязан увидеть. Я уже год вынашивал идею снять подобное видео с кем-то. И этим человеком стал мой друг Егор Крит. Несколько месяцев назад меня неожиданно позвали сняться в проекте ТНТ. Они хотели сводить участников проекта Холостяк в какую-то страшную забрушку. И мы приняли решение отправиться именно в этот проклятый кинотеатр. К сожалению, эти съемки, как вы знаете из моего инстаграма, закончились для меня весьма плачевно. Я провалился через крышу здания и упал на бетонный пол с высоты третьего этажа. Спустя несколько месяцев мы встретились с Егором в Москве и подумали, а почему бы нам не снять про это место отдельный выпуск на мой канал, но уже только вдвоем. Потому что мы предполагали, что на ТНТ толком не покажут эту страшную заброшку. И вот мы приняли решение, собрались меньше чем за сутки. Долетели до Испании, добрались до нужной точки и приготовились идти в темноту этого страшного места. Я так вам скажу, что мы реально оба очень сильно волновались. Тайпс пошло. Ну ты что, неплохо смотришься в этом. Спасибо. Ну что, друзья, мы опять на этой злачной, забытой всеми улице. Чтобы вы понимали, вот это все, вот это вот все, вот это все вокруг здесь заброшено. О чем-то на Сайлент Хилл похож. Вот этот адовый домик, поверьте мне, друзья, он только снаружи такой милый. Давай бегом внутрь зайдем. Погнали. С Богом. Опять одно это место. Опять это место. Как будто вчера здесь было. Такая прикольная дверка. На входе такая. Что там? Ну что, как у меня в квартире прям. Смотри, как это выглядит жутко просто. Бля. Ладно, пошли. Давай, Дим. Ну ты сейчас сделал? Чего? Вот эту тему, да? Нет, клянусь. Давай. Это ты меня сейчас разводишь или что? Чувак, на полу сидишь. Бро, я же не в наушниках. Это ты все слышишь очень жестко. Я не слышу, что сверху. Просто у Димы наушники, у меня, к сожалению, нет этого звука. Поэтому я не могу все четко так, все шорохи слышать, только как слышит это Дима. Знаете, стульчики чистые, как в хоррор. Знаешь, в чем прикол, чувак? Я сейчас все это как будто в первый раз вижу. То есть я в таком был шоковом состоянии тогда, когда мы здесь находились, что я этого вообще даже не помню. Я теперь не помню вот этих лестниц. Ребят, готовы? Раз, два. Прямо как странно выглядит. Знаете, что самое странное? Вот. Это фотографии постояльцев, которые жили в этом отеле. Да. Кстати, вот эти вот книжки сами там. Да. Ты хочешь смотреть, что в шкафу? Да. Что в шкафу? Да. Держи, держи, держи. Сука. Там ключ, видишь? Там наклепчик закрыты все. Опа. Давай. Там ничего. Класс. Бля, такая интрига была. Ну что? Самое время. Кингстенкасса? Кингстенкасса? Ты даже это х** не услышал. Прям в одном направлении повернулись. Ты даже это х** не услышал. Вот все, кто пишет, что монтаж и звуки подкладывают. Мы повернулись реально в одном направлении сейчас синхронно. Нормально. А что, это машина? Это машина. Е-то это. Кто с романом выклестил? Просто посмотри на эту кошечку. Где богушек? Глана, смотри. А, сука. Нет, смотри, как здесь все открыто и брошено. Это странно, что видишь, все так как будто люди на панике собирались и уезжали отсюда. Это что-то круто, семья целая, смотри. Так, пойдем вот в эту комнату. Попробуем, хотим, зафоткать. Блядь. Блядь. Все. Блядь. Что ты? Окно просто дернулось. Ты снял? А? Снял? Нет, я не успел, я просто повернулся. Я тебе даже не придам значения, просто вот так вот взвал, вот так вот, смотри. Вот так. И херанул. Само по себе. Может, ветер был, хотя... Там монолитность цепла. Тогда я не знаю, тебе объяснить. Ты сам слышал этот звук, оно просто, ну, оно открылось и закрылось. Я услышал, услышал. Я боюсь, лакомолитность. Так, пошли, запоткаемся. Чувак, ты это слышал? Я сейчас искренне охуел. Я искренне охуел, у меня сердце ушло в пятки, блядь. Вот я, ты, Дим. Блядь, у меня сейчас мурашки по коже, я вам объясню, почему. Потому что в прошлом... Ты покажи, Дим. Дай мне успокоиться. Это ты здесь, блядь, местный, в таких вещах. Блядь, ну просто, ну это... Чувак, в прошлый раз, когда мы здесь были, я слышал ровно такой же звук над левым ухом. Мы с тобой тогда слышали. Но мы сейчас просто замерли. Ты слышал это хуйня? Да слышал. Так, ну... Начинаем с интереса. Давай, давай так, судите. Давай. Весь физический ветер действительно может ходить. Ветер устраивает зарвание. Да ничего, это... Весь физический ветер здесь нет. Бла-бла-бла. Давай, я сейчас отфоткаю все. Давай. Чувак. А если здесь стоит на втором этаже, и все ее... Едут шаги. Ты слышал же? Это мне жевал, чуть-чувак. Вот еще жевал. Да, это жевал. Ты слышал же? Ты слышал же? Ты слышал же? Вот еще жевал? Да, это жевал. Так громко? Да. Чувак, иди нахуй. Ты прикалываешься. Блядь, ну это был очень громкий звук. Чувак, смотри. Не знаю, с тобой. На любой загрожке это здание. П**ть. Тут видишь? Вот тут. Покажи, покажи, Лёня. Видишь, вот это львно откуда? Вон оттуда. Естественно. Все, нам все сыпется, отрушается и так далее. Так, пойдем в комнату с ключами сейчас. Блядь, его на комнату с ключами. Ну пойдем. Так. Ребята, объясняю вам, что здесь происходило. Мы в прошлый раз, когда снимали выпуск, это даже на камеру не попало вам. Мы подходим сюда, собираемся зайти вот в эту комнату. И вдруг в этой комнате просто звук падения ключей. Звук падения ключей. Мы заходим в эту комнату и смотрите, что здесь есть. Это просто целая коробка сука ключей. И вот, блядь, хочу сказать, что вот этот звук, который мы сейчас услышали, он из этой комнаты был опять. Самое стремное, что это полностью заизолированная комната. Я постановлю здесь камеру. Здесь камеру? Давай, сто процентов. Так. Здесь очень шаткий пол. Давай, давай, чувак, выдержать расстояние между двором. Там есть, конечно, чертар. Думаю, то я не пойдем. Посмотрите, как я бывала. Это пиздец. Фу. Так. Стой. Давай братья сначала. Посмотрю. Все. Все. Где-то, что я вам покажу. Мы с ним, ребята. Мы с этого этажа уйдем просто. Смотрите. Здесь округли просвечивают. Нас могут заметить. Блядь, просто нервные глаза. Чувак. Иди сюда. Это, знаешь, как чисто в фильмах. Хоррор в фильмах. Показывай. Тут смотри. У мужчины взгляд просто. Просто стеклян. Ты видишь? Бритвенные вещи. Да, я говорю, тут как будто все попросали. Либо, либо. Второй вариант. Слышь. Это могли сталкеры занести сюда. Так, ладно. Давай, пойдем нахер отсюда. Просто я провалился. И не хочется еще раз это сделать. Вот она. Это она? Да, это она. В общем, в прошлый раз, когда мы здесь были, Дима вот здесь вот восстановился. И что-то услышал в той комнате. И когда Дима спросил, что кто-нибудь есть, все отчетливо, я клянусь, услышали. Как будто маленький, тоненький голосок. Типа, ой, 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 ой. Сейчас скептически вам расскажу. Я подошел к этой комнате. Вы скептик. И в этот момент я начал открывать дверь. Повтори давай этот звук. Так, ну, блин, ну, железо долго не открывалось. Ну вот это долго не открывалось. Открой. Ну, сейчас не получается так. Да не могло быть такого звука. Проверю все. Ну, сейчас не получается так. Знаешь, очень жесткая тема, когда-то. Мой любимый бар. Чтоб вы понимали, здесь брошена вся фанта. Ну, еще ничего, можно попить. Да нет, чувак, у меня там осады. Представляешь, сколько она стоит, что-то изгнула. Ты помнишь, что в этот бар, когда я входил, у меня все... Это вот я. У меня все время отключалась камера. А, кстати. Я постоянно отключалась камера. Пиздец, боже. У меня, у меня села камера. Села камера? Пауз полной батареи? Да. Она включилась? Она включилась. Это не тот кинотеатр? В прошлом. Типа в газетах писали, брать им место. Вот они ее репостили. Это пиздец. Вот и шантель написан. Просто пиздец. Чувак, ты говоришь. А, это не ты? Я все время отключалась камера. Каждый раз. Пусть я сел с переменой, что провести. Киен, стейн, Каса? Киен, стейн, Каса? Слышал? Киен, стейн, Каса? 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 Чувак, блядь. Ты видишь, что я наживал? Да. Я туда направлял, ни разу не наживал. Сюда направил, а он тут же схватил. Понимаешь, что надо смотреть, что надо? Ну, слушай, это техника глючит. Чувак, это был последний кадр. Серьезно? Это был последний кадр из этого блока. Даже слышал думы, я наживал на меня. Ебать. В общем, самая странная находка, которую мы сделали здесь, это вот эта надгробная плита. Я говорю, сталкеры, зная историю этого места, сюда специально принесли ее. Подобно было с нас? Я не знаю, подобно. Что это было? Ты видел? Что это? Блядь, блядь, блядь. Ты видел, чувак? Ты это видел сейчас? Я... Я... Ты это видел, чувак? Один от самых странных экспириенсов, которые мы уже сделали. Ты что, реально, чувак, нахуй мы это делаем сейчас? В полной тяноте. Ты видел, чувак, нахуй, блядь, 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 блядь. Включи, нахуй, сядь. Тихо. Братан, включай его обратно. Блядь, включай его, чувак. Это такая хуйня. Почему, когда мы выключаем свет, начинает что-то происходить? Просто думаю, что можно... Если бы можно в таком депрессе... Выключай ее. Ну... Чувак, зачем вообще пишут? Чувак, что ещё записано? Блядь, просто... Как же это было? Чувак, что упало? Книжки упали? Книжки упали? Всё, спасибо. Я не знаю. Но вот приезжала машина... Да она не может, блядь, до такой степени... Она просто стояла... Она не может так сильно упали... Книжки упали... Это дверь закрыла? Это не такой же рук... Нет... Такой же звук... Нет, он был другой... Сейчас не получается... Такой же звук... Я тебе кляну, чтобы был другой... Такой же был, абсолютно... Может быть... Вот она как раз и скрипнула тебе... Он другой был, чувак... Чувак, вот, блядь... Вот, вот... Я... Я это сейчас сделал... Я это сделал... Еб... Просто... Ах... Еб... Нах... Что? Пойди смотри... Пойди смотри... Не, иди посмотри... Пойдём посмотри... Ну как... Так, сейчас давай я аккуратненько, давай я с тобой пройду. Чувак, а? Серёжа, не слышишь? Просто, просто давай. Какая-то непонятная, я не могу просто даже сказать слово. Просто, я клянусь тебе, что я в таком а-эм сейчас. Я тебе клянусь, что я в таком а-эм. Потому что, если сейчас вдуматься в эту, просто вдуматься, потому что, когда ты там находишься, тебе просто страшно. У тебя паника, подкашивают ноги. А если вдуматься в эту, реально просто на секунду отключиться, то я вспоминаю твой разговор с этой женщиной. Перед нами прям обрушился потолок в бассейн. Это было последней каплей, когда я сказала мужу, я отсюда съезжаю. Чувак, мы вышли, и через 2 секунды... Давай реально сядем, и вот поедем куда-нибудь. Чуваки, вы, я вот, я клянусь вам, вот, что угодно, чем угодно, я клянусь, что это был просто пи***ц. Боже мой. Ходили, реально, шестеро в прошлый раз. Шесть человек у нас было, и вот шестеро... Такого не было, ничего в общем. Ну вот звуки были. Звуки были. Да чувак, да потому что мы, сука, доигрались. Это называется «доигрались». Мы там были два с половиной часа. Два с половиной, сука, часа. Ты серьёзно, чувак? Ты просто серьёзно? У нас продолжается господи, что за х**ня? Если это говно теперь будет нас преследовать... Чувак, я тебе всем клянусь, такого никогда не... И я тебе... И они же скажут, сука, что мы это подстроили, что мы звуки все наложили. Есть ли это, сука, совпадение, но их пи***ц слишком много. Ребят, вы просто сейчас посмотрите на мое лицо, и запомните, что я вам сейчас скажу. То, что я перерывал сегодня ночью, я никогда в жизни... Такого... Со мной не было, этого. Вы скоро всё узнаете. Я искренне думал, что это... Мы поснимаем супер на лайте, и просто... просто поснимали и уехали. Я тебе клянусь, что я до последнего так и думаю. Ты видел, на какой я расслабухе ходил? Я... Ну что, друзья, как вы видели, мы с Егором получили просто какие-то невероятные эмоции. И вот от чистого сердца я хочу выразить ему огромный респект за то, что он осмелился поехать со мной в это страшное место. Не пойми, куда рисковать своей жизнью. Бро, ты реально невероятный красавчик. Друзья, буквально через неделю выйдет аналитика этого ролика. Мы разберем там абсолютно все моменты, которые могли вас и меня насторожить. А сейчас вы можете посмотреть бэкстейдж с этих съемок. Там огромное количество дополнительной информации. Так что обязательно переходите по ссылке на канал «Все по маслу» и смотрите новый влог. Друзья, это было действительно страшно. Посмотрите два других видео. Следите за проектом Госбастера. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ставьте лайки этому видео. И поговаривают, что если лайков будет много, Егор поедет со мной. Еще раз.